Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Покровитель воинов. В День памяти Георгия Победоносца митрополит совершил божественную литургию. Дети победителей. В Кузбасской митрополии прошел традиционный георгиевский парад. Неделя о слепом. Митрополит Аристарх совершил богослужение в Беловском храме. Пасхальный турнир. В Кемерове состоялся турнир по мини-футболу на Кубок митрополита. С молитвой в путь. В Промышленном районе в честь Дня Победы состоялся патриотический марш-бросок. В Кузбассе почтили память великомученика и Победоносца Георгия. В этот день свой престольный праздник встретил и храм великомученика и Победоносца Георгия Знаменского кафедрального собора Кемерово. Это один из особенно почитаемых и горячо любимых русским народом святых. Из его жития мы узнаем, что он происходил из христианской семьи, жил в третьем веке, а мученический венец через усекновение главы принял в 303 или 304 году во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Жизнь святого была связана с ратным делом. Он обладал выдающейся физической силой, смог стать одним из тысячников и заслужил внимание императора. Однако этим чаянием не суждено было сбыться. Начались гонения на христиан. И Георгий раздал свое имение, твердо исповедовал веру в Бога и наотрез отказался приносить жертву языческим богам. Этот отказ не стал поводом для восьмидневных мучений, которые сопровождались чудесным исцелением плоти святого после каждого дня. Завершились мучения сокрушением идолов в храме Аполлона. Это чудо стало последней каплей терпения для Диоклетиана. И он тут же распорядился усечь голову исповеднику веры Христовой. Великомученик Георгий почитается как покавитель воинов, земледельцев и скотоводов. В честь этого угодника Божьего построено множество храмов. В день памяти святого митрополит Кемеровский Прокопевский Аристарк совершил здесь божественную литургию. В этот день по традиции в храме собрались для молитвы представители силовых структур и воспитанники кадетских корпусов, которым предстоит встать на защиту Родины. После замвонной молитвы люди, собравшиеся в храме, совершили крестный ход по пасхальному чину вокруг храма великомученика Георгия. А по возвращению там архивей прочел молитву угоднику Божьего. Богослужение продолжилось провозглашением моноголития. Его икона, его образ становится общенациональным символом сначала московской, а затем всероссийской государственности. Совсем не случайно таким символом победы русского оружия против всех врагов во всех войнах стал именно образ святого великомученика Георгия. В своей проповеди архиерей напомнил слушателям жития великомученика Георгия и предложил им поразмышлять о том, какую пользу жизнь и подвиги святого имеют для современных христиан. В начале мая в городе Осинники прошла ежегодная областная духовно-патриотическая акция «Георгиевский парад. Дети победителей». Эта акция посвящена святому великомученику Георгию Победоносцу и 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Традиционно организаторами мероприятия выступили Кузбасская митрополия Русской Православной Церкви и Департамент образования и науки Кемеровской области. В этом году в параде приняли участие 25 отрядов православных следопытов из разных городов Кузбасса. Мероприятие началось с утренней литургии из-за упокойной литии по погибшим воинам. После отряды выстроились на городской площади возле собора Святой Троицы. Участников Георгиевского парада приветствовали заместитель главы города Елена Миллер, начальник регионального штаба Юнармия Кемеровской области Игорь Пешков, священники Андрей Рузанов и Василий Грушицкий. Отец Андрей Рузанов зачитал собравшимся обращение главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Дорогие участники Георгиевского парада, сердечно приветствую всех собравшихся на традиционный парад, приуроченный ко дню Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Святой Великомученик Георгий Победоносец является духовным покровителем нашего воинства и всей России. В самых тяжких испытаниях ратники просили заступничества помощи у Святого Георгия и обретали победу. Так формировалось национальное, в самосознании укреплялись духовные ценности, гордость за свой народ, за государство. После состоялось посвящение в скауты новых членов Братства православных следопытов. Затем участники парада направились к памятнику погибшим воинам и возложили цветы от имени всех участников акции. После обеда на территории городского парка участники провели большую разведческую игру, состоящую из десяти этапов, на которых скауты проходили испытания на физическую подготовку, выносливость, а также проверку знаний о родном крае, об оказании первой помощи, об умении выходить из запутанных ситуаций. По итогам разведческой игры победители были награждены кубками организаторов, а участники отмечены почетными грамотами. Вечером 12 мая, в канун шестой недели по Пасхе о слепом, митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх посетил поселок Бочацкий в Беловском районе, где совершил всеношное обдение в хаме Богоявления Господня. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили клиники Кемеровской епархии. Наутренний архиерей прочел отрывок из Евангелия и помазал освященным маслом сослуживших ему священнослужителей и многочисленных прихожан. По окончании богослужения архиерея поприветствовал настоятель храма. Рады вас сегодня приветствовать у нас на нашем поселке Бочацком, на нашем небольшом приходе. И очень вам благодарны за то, что вы сумели, несмотря на свою занятость, найти время и возможность посетить наш приход и вознести здесь молитвы свои первосвященнические. Архипастырь поблагодарил приход и настоятеля за гостеприимство и произнес проповедь, посвященную событиям воскресения Христова. Завершив свое слово, митрополит преподал всем общее благословение. На следующий день митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх продолжил посещать приходы епархии. Божественную литургию в этот день глава Кузбасской митрополии совершил в Успенско-Никольском храме поселка Новый Городок, города Белово. Прочитанное на богослужении евангельское повествование дало название этому воскресному дню, поскольку оно рассказывало верующим о чуде исцеления Господом нашим Иисусом Христом слепорожденного человека. По окончании литургии священнослужители совершили славление у иконы воскресения Христова. Смерть и смерть, смерть и смерть, смерть и смерть прав, смерть и смерть прав, и сущей во грани живота у нас. После богослужения протеерей Николай Гутович от лица всего прихода поблагодарил архиерея за святительское внимание посещения общины в пасхальный период. Митрополит Аристарх произнес проповедь, в которой дал толкование прочитанному на литургии отрывку из Евангелия. Поблагодарил настоятеля за прием и возможность совершения общей молитвы и преподал свое благословение всем собравшимся в храме. Духовное зрение дается человеку для познания прежде всего Бога и духовного невидимого мира. Оно дар Божий и не имеющий этого зрения, таким образом является слепым душой. В этот день в связи с грядущим юбилеем и трудами во славу Святой Церкви протеерей Николай Гутович был удостоен высокой награды из рук архиерея, патриаршей грамоты. 6 мая в Кемерове на стадионе «Шахтер» в рамках 25-летия Всемирного Русского Народного Собора прошел 9-й традиционный пасхальный турнир по мини-футболу на призы митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. В турнире принимали участие 20 команд из Кемерово, Киселевска и Новосибирска. Из них в шести командах играли юные спортсмены из детских домов области. Перед началом турнира к его участникам обратился глава Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Архиерей поприветствовал игроков и обратился к ним с поздравительным и напутственным словом. В наше время спорт это не только сильные мышцы, не только многие часы тренировок, не только ограничение себя в каких-то других увеселительных мероприятиях, но это всегда подвиг. То, что нужно каждому воину, защищает свое отечество. Ведь отечество, его слава, его честь, его доблесть защищаются не только от врагов, она создается и на других фронтах, в том числе и в спортивных соревнованиях. По итогам турнира первое место заняла команда из города Новосибирска, второе место заняли священнослужители Кемеровской епархии, а третье место – команда «Встреча» из города Кемерово. Лучшим игроком признан Виталий Селимов, город Новосибирск. Лучшим вратарем – Данил Киреев из детского дома номер два города Кемерово. Участники казачьего клуба «Патриот» и сочувствующие взрослые в этом году повторили марш-бросок, посвященный победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Первый такой поход в рамках Всероссийского проекта «Историческая память. Полевой патриотический урок» состоялся в прошлом году. И несмотря на то, что 72 километра тогда дались непросто, на этот раз 30 добровольцев, подростки и ветераны боевых действий в Афганистане, а также ветераны комсомола Промышленовского района, в возрасте от 11 до 45 лет снова отправились в поход. Я тебе вперёд говорю, садись на меня. Сверху, блин. Всё? Вроде как. Вот. Который пиротируется ситуация. Да умотал он ребёнка уже. Без комментариев. Воспитываем патриотическое молодое поколение. В прошлом году я уже говорил, что целью было доказать себе, что во мне есть частичка моего прадеда, ну, моей крови казачьей, что я могу, что я настырный. В этом году я уже как бы об этом не думал. В этом году я доказывал не то, что во мне что-то есть, я доказывал самому себе, что я способен, либо нет. Но я способен. Я участвовала в марш-броске в прошлом году. В прошлом году мне было невероятно сложно, но я думала, что этот год будет легче. На самом деле нет. Самое сложное было это идти с мозолями и болью в пятках. Это было ужасно. Особенно в последний момент я думала, что я упаду и всё. Что-то недавно мне будет сделать. Может быть, их поддерживала точная копия Знамени Победы, которая была специально изготовлена для этого проекта в прошлом году и за прошедший год уже побывала с патриотической экспедиции на Эльбрусе. Подбадривало то, что мы идём просто идём к цели. А вот те, кто участвовал в Великой Отечественной войне, они не просто шли куда-то. Они воевали, они умирали, не тащили раненых. Они очень многое пережили. А нам, я считала, что нам намного легче. Поэтому я шла в честь тех, кто умирал за нас. Бог Господь и явися нам, благослови гряды во имя Господне. Бог Господь и явися нам, благослови гряды во имя Господне. 7 мая в селе Ваганово Промышленновского района в храме первоверховных апостолов Петра и Павла, протеерей Александр Гоков вместе с участниками марш-броска совершил молебен о путешествующих, после чего благословил участников акции. Последний у вас уже такой небольшой рывок остался, там уже Журавлёва, действительно край нашего с вами района. Дай Бог вам сил, воли, настойчивости, чтобы вот эта школа, которую вы получили при этом переходе, чтобы она действительно пригождалась вам, что иногда нужно действительно употребить усилия воли, собрать, так сказать, волю кулак, чтобы что-то достичь, чтобы что-то достигнуть. Ну и дай Бог, конечно, укреплять свою волю далее в каких-либо добрых делах во славу нашего Отечества, на благо нашей Родины. Уже вечером вместе с патриотовцами отец Александр принял участие в акции у памятника истории «Братская могила погибших за установление советской власти», где состоялось торжественное мероприятие «Свеча памяти». Огонь! 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 Когда ты вот уже возле памятника, и ты начинаешь осознавать не головой, а душой, то, что ты делаешь, как-то все так сжимается. Я стоял и просто думал, что многие люди погибли, и это не есть хорошо. Ну, много слов об этом уже было сказано, ото всех. И то, что мы ставили эти свечки, это не чья-то прихоть, это, по сути, мы должны все это делать, а не только какая-то маленькая группа. Мы должны все чтить память тех, кто погиб за нас. Сибирь! 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 Всего за пять дней патриотовцы прошли 98 километров по территории района до границы с Новосибирской областью. И несмотря на то, что к концу путешествия сил, казалось бы, совсем не осталось, в следующем году, говорят участники проекта, они марш-бросок готовы повторить. Мой отец мне всегда говорил, что еду на службе, защищать своего рода. И всегда никогда не обсуждалось. Я бы хотел, чтобы эти дети также пошли в защиту отечества. Хотя уже можно уверенно сказать, что четверо ребят из этого клуба сейчас поступают. Один уже поступил, Дмитрий Скокунов, в погранное училище, а трое еще поступают в погранное училище. То есть люди, дети, это будущие защитники, которые готовы к этому. Моя задача нести зерно-патриотическое воспитание. А все зависит от того, какие мы семена пасаем, такие будут растут. Нашему пасу это троекратнее! Ура! 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 На этом у меня все. Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok